Все книги у нас стоят в определенном порядке. Если вы откуда-то взяли книгу, то вы должны ее потом поставить на место. И поставить обязательно корешком наружу. Самых юных читателей впервые знакомят с библиотекой. Как сюда записаться, как обращаться с книгами, какие правила должны знать читатели. Об этом и многом другом им рассказывают сотрудники библиотеки. Ровно год, как детская библиотека превратилась в новую, современную, модельную. Изменения не только внешние. Пространство кардинально поменяло имидж. Стало ярче, светлее, интересней. Изменилась сама концепция работы в библиотеке. Ровно год назад мы стали детской модельной библиотекой. Такой яркой, красочной, сочной и с новыми книгами. И вот та планка, которую мы взяли на самом старте, нам ее нужно держать. И мы ее успешно держим. Все больше и больше у нас открывается новых клубов, кружков. Все пространство библиотеки поделено по интересам. В одной части можно почитать, пообщаться или посидеть с гаджетами. В другой – поработать за компьютером, создать презентацию. В третьей – попробовать себя в роли мультипликатора. За год библиотека не только продолжает увеличивать книжный фонд. Она превратилась в настоящий центр саморазвития, который ломает привычные стереотипы. Здесь проходят сказочные квесты, аниме, фестивали и косплеи. Придумывать новые форматы взаимодействия с читателями – одна из главных задач современной библиотеки. Там читатели идут активно, узнают, что здесь такая хорошая библиотека, яркая, красочная. Люди приходят просто сюда провести время. Даже не из-за того, что почитать книгу, а просто, бывает, приходят и посидеть на диванчике, в телефоне. За атмосферой люди приходят. Люди не идут в кафе, люди приходят к нам. За этот год Ивантеевская детская модельная библиотека провела десятки мероприятий. Вошла в пятерку лучших библиотек страны. Держать планку и сложно, и ответственно. Но впереди еще много планов. Один из которых – создание аналогичного модельного пространства во взрослой библиотеке. Но это в перспективе. А сегодня юные читатели знакомятся с книгами и делятся своими впечатлениями. В финале встречи ребят познакомили с творчеством Ивантеевских мультипликаторов Виктора Никитина и Леонида Носарева. И подарили маленькие подарки, чтобы первая встреча с библиотекой осталась в их памяти. И возвращаться сюда им хотелось снова и снова. Юлия Постриганева, Никита Лукьянов, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.